Здравствуйте, я Анна Касаткина, вы смотрите новости от компании Инстафорекс. Июньский рост потребительских цен в Китае оказался минимальным за последние два с половиной года. Согласно данным, предоставленным Государственным статистическим управлением Китая, уровень инфляции в стране снизился до 2,2% в годовом выражении. Замедление темпов в основном связано со снижением спроса на товары китайского производства. Причем инфляция в течение года сократилась так быстро, что даже появилась угроза противоположного эффекта – дефляции. Существенно понижается и показатель роста экономики страны. Согласно прогнозам экспертов, по итогам второго квартала 2012 года прирост ВВП в Китае составит всего лишь 7,6%. Данные были восприняты инвесторами с пессимизмом. Козировки золота продолжили нисходящее движение, сформировавшееся после выхода негативной статистики по рынку труда США. Цены на золото упали до двухнедельного минимума. Драгоценный металл торговался по 1579 долларов США за тройскую унцию. Золото уже давно перестало рассматриваться инвесторами в качестве актива-убежища. И в моменты появления очередных рисков и угроз глобальной экономики цена на драгоценный металл падает.